Это участники войн, когда войны велись в Турции, в Японии, войны велись в Франции. Вот они перед вами. Вот знаменитый герой Иосиф Труйбальдор, который потерял руку левую во время русско-японской войны. Его хотели домой. Он сказал, нет, у меня правая рука здоровая, я могу махать саблей и воевать. И саблю солдату не положено. И револьвер тоже не положено. Ему присвоили звание офицера. Он первый офицер был еврей в русской армии. Вот он перед вами, Труйбальдор, вот он перед вами. И вот он тоже перед вами, кавалер джонгерских наград. Вот таких вот орденов. Это настоящие. Ребята, это все с еврейской груди снято. Это настоящие награды, настоящее оружие. Вторая мировая война, Первая мировая война. Здесь, вот я вам раскатывал, полтора миллиона во Второй мировой войне. Примерно полтора миллиона было и в Первой мировой войне. И евреи не имели своего государства. Три миллиона человек за полубека с оружием рука воевали в Первой и Второй мировых войнах. Так скажите мне, разве это не традиция? Разве солдаты Цахала сегодня, офицеры, они не имеют? На кого? Дедушки у них, отцы у них. С такой военной славой. В Верхняя галерея вся это участники войны, это наши генералы, это адмиралы. Вот эти награды войны, которые вы здесь видите. Вот эта форма одежды, которую они носили. Посмотрите, спрашивают, особенно в Израиле. Как это? В Израиле маленькие войны. Несколько месяцев война, вот шестидневная война. Мы на улице шестидневной войны. Как бы воевали четыре года? Как бы мы где воевали? Четыре года не спать, четыре года вояться в земле, четыре года в одной одежде. Что кушали? Как бы что такое? Как это можно было человеку выжить? О болезни, о все остальное. Вот здесь одежда, которую носили солдаты. Вот здесь, чего они кушали, что они кушали. Вот то, что носили офицеры. Это военные трофеи, которые брали у врага. Потому что взять такой военный трофей, он сам не отдает. Его нужно и убить, и повалить. Вот эти вот каски. Это все фронтовое буквально. Конечно, у нас есть американские. Два года уже шла война, когда в Россию она пришла. Вот здесь вы видите и принч Ицхак Стюарт. Это американский сержант. Вот его куртка. Он тоже награжден медалью. Здесь его оружие находится. Он воевал в Новой Гвинеи на Тихом океане. Здесь и британский солдат. Вот он, в Великобритании солдат. Кремьер Геннадий награжден. Ребят, и эти традиции все, весь это наследие, все это, оно перешло в ЦАХ, армия обороны Израиля. Вот перед вами армия обороны Израиля за вашей спиной. Они наследники, прямые наследники. Но, каждый из вас тоже наследник. Каждый из вас. Это все, что вы здесь сейчас увидели, это должно остаться с вами. Вы должны знать, что вы дети большого народа, сильного народа, с большим историческим путем и с большим историческим будущим. Сегодня много пытаются доказать, что вы не народ, мы религиозная община. Мы все разные племена, которые приняли еврейскую религию. И поэтому мы стали евреями. Ничего подобного. Мы были народом, еврейским народом, и таким народом мы и остались в истории. Это не тема для разговоров, прямо сейчас вам в этом рассказывать. Однако и последние научные исследования доказывают эту истину. Друзья мои, я безмерно рад, что вы были у нас в музее. Я не могу вас поместить во второй зал, он посвященный, я вам сказал, размышлению над катастрофой, философии катастрофы. Там удивительные экспонаты, удивительные вещи. Но вы были, вы были на местах, где это все свершилось. Поэтому мы вам это не показывали. Ну что, я хочу вам пожелать здоровья, счастья, благополучия и мирной жизни. И каждый из вас, чтобы никогда, вот исходя из всего этого, никогда не чувствовал себя побежденным. У тебя кто-то победил. Даже если ты упал, даже если ты ошибся, даже если ты слабался, надо найти всеми силы. Поэтому наш народ живет. Поэтому наш народ живет. И история про Давида и Голиапа, это не просто сказочка. Это образ народа. Вот здесь вы видите столько Давидов перед собой. Хотя у них разные имена. Мы поэтому живем. И поэтому лучше с нами не играться. Долго не заигрывать с нами и не играться с нами. Мы знаем, что вы делаете. Спасибо вам за внимание.